всем привет здесь я хочу представить один из возможных подходов базовой настройки точки доступа cisco на примере 700 серии для этого воспользуюсь консольным кабелем затем запитываю точку доступа и устанавливаю соединение с компьютером по выше указанному проводу подключив его в соответствующий разъем в операционной системе нажав сочетание клавиш windows plus pause break в открывшемся окне перехожу в диспетчер устройств где раскрыв пункт порты я установил что соединение осуществляется по ком 1 у вас это может быть например ком 3 либо какой-то другой номер теперь запускаю программу пути где выбираю тип подключения сериал в моем случае по умолчанию указан ком 1 собственно его оставляю как и скорость соединения в результате можно видеть загрузку устройства по ее окончании если известен пароль то можно авторизоваться и ввести приведенную команду чтобы посмотреть информацию в интерфейсе далее по указанному ip-шнику можно зайти в веб-интерфейс при условии отсутствия таковой реализации настройки точки доступа можно сбросить для этого ее обесточиваю и с помощью ручки зажимаю клавишу мод после чего запитываю циску дождавшись когда индикация становится красной убираю ручку по окончании перезапуска устройства подключаю сетевой кабель идущий от роутера имеющего доступ в интернет затем обесточив циску и заново подав питание по завершении загрузки в пути можно наблюдать ip адрес точки доступа при этом если попробовать установить сетевой адрес циски путем ее подключения на прямую компьютеру где перейдя в настройки посмотреть шлюз который будет являться адресом точки доступа то скорее всего это ничего не даст более эффективным вариантом будет если зайти в интерфейс маршрутизатора и установить айпишник подключенного к нему устройства в результате определив адрес на компьютере находящемся в той же локальной сети что и точка доступа в браузере ввожу айпишник для аутентификации набираю логин и пароль циска авторизовавшись в веб-интерфейсе кликаю по данной вкладке и перейдя в настройки сети для своего удобства можно переименовать тими хоста а также указать статический айпи адрес что собственно я и сделал сохранив данные изменения захожу под новым адресом так как шлюз не указан прописываю свой и применяю настройки теперь перехожу конфигурации самой точки доступа который может работать как на 2,4 гигагерцах так и 5 для примера настроен на более низкой частоте в таком случае прописываю ее идентификатор затем напротив данного поля ставлю галочку и отключаю универсальный режим администратора выполнив указанные действия применяю настройки далее выбор в главном меню безопасность перехожу в представленный пункт где среди имеющихся режимов шифрования активирую последний из выпадающего в нем меню указываю данные после чего сохраняю изменения теперь в управление ssid выбрав созданный идентификатор и опустившись немного ниже произвожу представленные действия для активации шифрования vpa2 еще чуть-чуть спустившись прописываю восьмизначный пароль и сохраняю сделанные настройки затем в основном меню кликаю по данному пункту где перехожу в сетевой интерфейс здесь кликаю по конфигурации частоты 2,4 как видно из приведенной информации данный канал отключен чтобы его активировать перемещаясь во вкладку настройки и тут указав данный пункт спускаюсь самый низ для применения сделанных изменений вернувшись на домашнюю страницу можно видеть что данная частота у точки доступа включена для проверки ее функционирования на смартфоне перехожу в настройки и выбрав вай фай активирую его работу затем из отображаемых сетей выбираю данную и ввожу пароль после чего выполняю подключение успешно установив соединение возвращаюсь на рабочий стол и запускаю данное приложение как можно наблюдать интернет есть на этом у меня все желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети